Ну что ж, приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это прогноз на бой Денте Уайлдера против Тайсона Фьюри. Общую информацию и так вы все знаете, что бой состоится в ближайшие выходные. Пройдет он в Америке, что Денте Уайлдер является чемпионом мира, он без единого поражения. Кстати, как и Фьюри, но Фьюри он попытается отобрать титул у Уайлдера. Это все понятно. Также еще из таких любопытных моментов, согласно Википедии, оба они выше 2 метров. То есть это бой, ну просто каких-то титанов. Я не верю, что рост Уайлдера 2.01 по моим каким-то прикидкам он наверное в районе 1.98. Но 1.98 это тоже очень много, это понятно. Но самое интересное для меня во всяком случае, что месяц назад я был уверен в победе одного из спортсменов. Но путем размышлений, как ни странно, я к парадоксальным пришел выводам, что скорее всего победит как раз другой. И вот обо всем этом хотел с вами это обсудить, хочу поговорить. Давайте начнем. Нам нужно разобрать технику, ну вообще какие-то особенности каждого по отдельности. И потом именно сообразить, как вот, как говорится, стили делают бои. То есть может так парадоксально довольно все сложится. Вот это я и хотел бы обсудить. Давайте начнем с Денте Уайлдера. У него, на мой взгляд, вот самый главный момент, который всегда меня как бы цеплял. Я миллион раз слышал, какой он не техничный. То есть все говорят про Уайлдера, что он кривой. Сразу вот его эти там вспоминают, как он бьет как вентилятором. Да, но на самом деле с кем сравнивать? То есть он не техничный, ну так говорят. Но он, дело в том, что очень технично бьет право прямой. И в данный момент в этом весе он бьет его просто однозначно, вообще вот лучше всех. То есть были боксеры в прошлом, там Ленокс Льюис, Владимир Кличко, да, Виталий Кличко. Они у право прямого же тоже, и техника есть тоже. Это не только там сила, там техника, дай бог. Причем наиболее трудный удар в освоении, потому что там боковой это природный удар. Снизу, ну, обычно так или иначе у всех идет. Да, а вот прямой, как бы беда в том, что люди, у них часто нету, как бы, короче, у них или толчок в ударе, да, или нет удара вот право прямого. То есть вот, допустим, там Джошуа. Да у него прямой вообще несравнимый с Уайлдером. Именно по технике. Поэтому, что я хотел здесь сказать, да, что, наверное, в сравнении там с Леноксом Льюисом, в сравнении с Владимиром Кличко, но это для многих больная тема, Владимир Кличко, я еще о нем отдельно поговорю в этом видео. Вот, наверное, в сравнении с ними действительно у него плохая техника, но в сравнении с теми, кто в этом весе сейчас есть, то я бы сказал, хорошо. У Уайлдера плохая техника, но, правда, вот право прямой у него самый лучший по технике в том числе в этом весе. Поэтому, как бы, он очень технично, на мой взгляд. То есть, да, он иногда набрасывается со своими этими непонятными такими ударами, свингами, но это уже скорее как шоу, как такое в момент добивания. Сначала, как снайпер попадет своим острым, острым, коротким, в узком коридоре, шикарным правым прямым, потом уже и набрасывается, да, не технично. Окей, согласен. Так что вот такой у нас Уайлдер непростой. Теперь, Тайсон Фьюри, о нем вообще можно говорить, как бы, довольно много. Интересен он в своей психологии, то, что он производит впечатление дурака, вроде как, да, но вообще, если вы послушаете его комментарии именно про бокс, когда его спрашивают о других спортсменах, как вы думаете, вот, кто победит, там, этот или тот? Или, например, когда его спрашивают ваш соперник, там, прошлый, как вы его оцениваете? Какие у него были сильные стороны, какие слабые? То должен признать, что Тайсон Фьюри, он очень умный, очень, он очень хорошо понимает в боксе. То есть, вот, вся его эта бравада, что он, как бы, выходит на ринг и так самобытный такой весь, да? При этом его мозг, он очень хорошо все заранее просчитывает, как нужно действовать, да? И то, что он там опускает руки, да, и вот, ну, всякое такое, что он делает, это никоим образом не противоречит, ну, ни с какими основами бокса. То есть, он очень продуманный. И, как бы, минусы Тайсона Фьюри, то, что он не имеет удара, именно техника, техника. То есть, вроде быстрые руки по природе, классные, тело расслабленное, это очень хорошо для удара. Но, вот тот же Дентей Уайдер, он может именно вложить массу в право прямой, да, и попасть им суметь. То есть, Фьюри, именно технически, или как, ну, по сути, это техника. То есть, он, как бы, со своей скоростью, талантом, он, как, как, такой вот рукой, как бы, бьет. То есть, абы как. То есть, как такие салки руками. Может, он, понятно, там, снизу ударить, там, сбоку, но он это делать не любит. Потому что он, оказывается, в зоне досягаемости противника. Он давал как-то об этом интервью отдельное, длинное, там, на час. У Джо Рогана, можете найти. То есть, он раньше старался бить, но потом он понял, что он же и сам пропускает удары в это время. Поэтому его вполне устраивает бить через пень колоду, зато издалека. То есть, двигаться и руки бросать, ну, как придется. То есть, что мы имеем у Тайсона Фьюри, что плохой удар у него. Но, как бы, все остальное очень хорошее. Он, во-первых, он одарен чисто природно. То есть, такой огромный и при этом так быстро двигается. Это уже, это талант. То есть, это у тебя или есть, или нет. Ну, по сути, можно сказать, или нет, или нет. Для всех людей практически. А для единиц, да, как алмаз в песке где-то лежит. Да, вот такое чудо может быть. Такое есть у Фьюри. Дальше, что еще интересно-то? Что, ну, вот это, это, пожалуй, самое главное. Ну, вообще, он очень такой текучий, как бы защищается очень хорошо. Голова не стоит на месте. Тяжело по нему попасть. Теперь я предлагаю уже перейти к тому, что нас ждет. Вот, смотрите, прозвенит гонг. Первый раунд, первый раунд, когда тяжи, когда огромные, тем более. Это же не просто тяжи, а оба, ну, якобы больше двух метров. Хотя я считаю, что метр девяносто восемь этот. Уайдер. Так вот, у огромных людей, у них управление своим телом, оно, как правило, хуже. Поэтому первый раунд или первые два раунда, на самом деле, может быть, что угодно вообще. То есть, пока они друг другу примеряются, они могут, как бы, друга подсередить вообще непредсказуемо. Дальше, хорошо, прошел первый раунд, все, уже, как бы, привыкли к дистанции, как-то тела свои прочувствовали, все осознали, привыкли к скоростям. Что дальше начинается? Дальше, как будет действовать Тайсон Фьюри, это совершенно очевидно. Он будет действовать ровно так же, как с Владимиром Кличко. Абсолютно. То есть, он будет его, как бы, пересаливать издалека и уходить. Уходить, уходить, двигаться, двигаться, двигаться. Причем, он двигается умно. То есть, он двигается не то, что назад убегает. Нет. Он там в сторону уходит. Там, да, такой уклон и постоянно нырки в стороны. Ударил, сразу за спину зашел. Ударил, сразу в сторону ушел. То есть, все его эти дразнения, там, обманное движение. В общем, набор очков, такой щелканье издалека. Дэн Тайвандер. Его задача совершенно понятна. Он будет пытаться, ну, подстрелить, как бы, Тайсона Фьюри. Ну, то есть, ставка на свой сильный удар. По сути, реально у него сильный удар, такой по-настоящему. Это правый прямой. Да, действительно он шикарный. И вот он будет его ловить. Но тут мы приходим, как бы, к очевидному моменту. То есть, или, получается, выигрывает по, ну, по очкам. То есть, однозначно выиграет Тайсон Фьюри. Или все же его подстрелит Дантей. Вот как нам это понять? Для этого я предлагаю вернуться к бою Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко. Почему? Потому что, с одной стороны, вот, ну, много общего у Кличко и Уайлдера. В том числе в технике. Оба, например, очень хорошо право прямой бьют. Оба огромные. Но, если Владимир Кличко, он был первопроходцем с Тайсоном Фьюри. И он сам, ну, более осторожный морально, как бы, да. Он такой более спокойный, более взвешенный. И получилось, что он почти весь бой ждал, на что-то надеялся. Может быть, на свой джеб. То есть, как-то все надеялся, что устанет Фьюри. Что он заберет у него по очкам вторую половину. Все в это верил. И пока он понял, Владимир Кличко, что к чему. Что проигрывает он по очкам. Ничего у него не получится. То он пошел ва-банк. Сделал попытку нокаутировать Фьюри. Уже в самом конце боя. Уже в последних раундах. То есть, он, как бы, совершил ошибку стратегическую. То есть, если бы это был реванш, он бы действовал по-другому. Он бы гораздо большее давление сразу оказывал на Фьюри. То есть, он бы сделал попытку его нокаутировать гораздо раньше. Если бы он знал, как все сложится. И получается, он был как первопроходец. Да, как вот на Луну, допустим. Там кто-то перво летит. Не учли что-то ученые. Все, человек разбился, умер. Но в следующих случаях они уже, как бы, делают выводы. Исправляют. И получается, очень хороший пример. Владимир Кличко для Дантея. Как не нужно действовать с Тайсоном Фьюри. То есть, стало быть, конечно же, Дантея Уайлдер, он не будет пытаться выиграть по очкам у Фьюри. Не будет пытаться перевести бой во вторую половину. Ждать, что Фьюри устанет. То есть, он включится сразу же гораздо, как бы, быстрее. То есть, надо его нокаутировать. А для этого нужно это делать не в последние четыре раунда. А прямо с первого раунда. Пытаться его обострять. Идти на него. То есть, ловить его на свой этот правопрямой. Это с одной стороны. То есть, предупрежден, значит вооружен. Как бы такое преимущество у Дантея. С другой стороны, что здесь любопытно. То, что вообще-то Владимир Кличко, хотя его так вот многие не любят, что он такой скучный. Это все правда. Но у него арсенал технически, как это ни странно, шире, чем у Уайлдера. То есть, во-первых, у него шикарный джеб. То есть, вот тот же у Владимира был. Просто, наверное, лучший вообще. Ну, там за последние годы в супертяжелом весе. То есть, правопрямой, чтобы им поймать. В том числе, это же делается через джеб. То есть, джеб воткнул. Он зазевался, противник после этого. Потерялся. Тут ты его не ловишь на правопрямой. Так вот, если сравнить джеб у Владимира Кличко. Насколько он жесткий. Насколько он в него включает, как бы, массу тела, тело свое, да. И у Уайлдера. То есть, у Уайлдера нормальный джеб. Кидает он. Но он даже близко не такой, как у Кличко. То есть, хуже уже в этом. Значит, будет еще больше проигрывать на дистанции. Дальше. Владимир Кличко. Хотя, вот, так его все ругают. Но он шикарно бил лево-боковой. Причем, сложно лево-боковой. Очень сложно им овладеть. Короткий на скачке. То есть, не такой вот, как Данте Уайлдер. Подошел же ногами, стоя на месте. И вешалку плечи свою, как бы, развернул. Боковой. Хороший удар, нормальный. Но это не то. А Владимир Кличко, он именно, как бы, дергал тебя. Делал вид, что он сейчас будет право бить. Сам выпрыгивал вперед. И короткий удар такой на скачке, нокаутирующий. Очень опасный. И вот в конце, в последних раундах, Владимир Кличко, когда охотился за головой Тайсона Фьюри, то он, как бы, было две опасности. С одной стороны право прямой. С другой стороны этот вот боковой. То есть, труднее защищаться. Да? И то его не сумел Владимир Кличко подстрелить. Не сумел. У него это не получилось. Так вот, Тайсон Фьюри, у него-то арсенал меньше. Реально он однорукий. По-настоящему у него, как бы, право прямой, нокаутирующий. Ну, в общем-то, все. Это очень снижает вероятность, как бы, для него попасть. Несмотря на то, что хорошо, раньше он начнет выцеливать голову, прям сразу будет активным с первых раундов. Кроме того, какие здесь еще интересные моменты вмешиваются. Рост. Рост Тайсона Фьюри, я думаю, он и на Кличко влиял. Тут такой момент абсолютно неочевидный. То, что ты в течение карьеры, ты же высоченный, и ты привыкаешь всех бить, что они, как бы, ниже. Чуть-чуть ниже тебя. Как минимум, чуть-чуть. У тебя удар поставлен, как бы, ниже. Тут тебе надо бить, как бы, выше. То есть, это, ну, это не самое такое, как бы, главное, но это тоже влияет и на силу удара, и на все. Потому что там, знаете, такие вот незаметные, как бы, включения мышц всякие, там, то, что ты, то включаешь, например, чтобы там чуть, как бы, вниз подать, да. У тебя уже мышцы, вот эти, всего там, тела, оно у тебя уже запрограммировано. А то, чтобы, наоборот, вверх. То, там, ты кисть так поворачиваешь, а то, тебе, там, так поворачивать. Ну, в общем, все по чуть-чуть. То есть, за счет, как бы, того, что цель выше, голова выше у Фьюри, тоже вероятность, что его накрутировать, она падает, да. Кроме того, Фьюри, он реально скользкий по-настоящему. То есть, короче, я хотел уже к выводам вообще подходить. То, что, на мой взгляд, гораздо поинтереснее боксирует именно Денте Уэндер. Мне он гораздо больше нравится. То есть, у него поставлены правопрямой, шикарно бьет. Вот. И если он выиграет, то он выиграет именно тотально. То есть, он прям уронит этого Фьюри огромного. Денте уронит его, да. То есть, гиганта такого. Это будет очень яркая победа, красочная. Было бы здорово, если бы он так сделал. Но, если же выиграет Фьюри, то его победа будет такая же, как над Владимиром Кличко. То есть, она не будет яркой вообще. Он такая, знаете, будет в районе ничьей. Короче, он так примерно 60 на 40 там по ударам выиграет. Нахлопает. Это Уайлдера. Зато сам будет гладко очень уходить, ускользать все время. Выставит таким неумехой Уайлдера. Но. В итоге, то есть, я эту вероятность, что именно не сумеет попасть Денте Уайлдер. А Фьюри своими этими легкими ударами, в общем, на него накидает. Я ее оцениваю даже более высокую. Где-то как 60 на 40. В пользу, получается, именно Фьюри. То есть, победа его будет, она будет близкая к ничьей. Там могут теоретически еще и судьи подсудить тоже. Мы не знаем там, да, что у них на уме. Но, в общем, реально, вот как бы по настоящему подсчету, я думаю, что чуть-чуть, не очень сильно как бы выиграет именно Фьюри. То есть, Уайлдер будет свои страшные удары бить, но мимо. А Фьюри, да, пускай удары не сильные, да, пускай такие они, как бы, абы какие, меньшего качества. Зато он их попадет, он будет вести по очкам. А сам, я вот все же думал, думал и как бы, ну, пришел к выводу, что сумеет он свою голову сберечь, сумеет ускользнуть. Во многом это связано с его формой. Я тут посмотрел с ним несколько интервью подробных. Он, похоже, реально хорошую форму набирает без шуток, да. И вот как он тренируется, он все время двигается по кругу с тренером. Вообще, влево-вправо ногами. И еще головой вот так вот. То есть, по этой голове, по ней попасть не так просто. Более того, насколько Фьюри держит удары? Тоже вопрос очень интересный. То есть, он как бы падал, был в нокдаунах. Но когда я эти нокдауны посмотрел, то, знаете, там такие нокдауны, я бы не сказал, что он был потрясен в них. Он был скорее как Кегля сбит, как бы опрокинут, да. То есть, ноги просто были у него на одной линии. То есть, не так вот ноги были, а как бы на одной линии оказались. И по нему, ну, ударили, он там завалился. Не выглядел потрясенным. Тоже это в его копилку. Дальше. Очень интересный момент. Это то, какие тоненькие ноги у Уайлдера. Особенно икры. С одной стороны, я на этом, как бы, попытался некоторую теорию построить, что Уайлдер, он привык, что ни за кем ему не нужно бегать. Он сам подходит на своих ногах всегда, да. И с ним соперники хотят сблизиться. Ну, потому что он выше них. Ему не нужно догонять их обычно. И он как бы просто их рубит. Тут, получается, со своими тончайшими икрами, посмотрите, какие у него ноги у Уайлдера. Получается, он должен будет бегать. Бегать за, как охотник, бегать, как гончая за Фьюри, его ловить. И у него, как бы, не хватит силы ног. То есть, сдуется, быстро сдуется, посядут ноги. Но тут момент двоякий, потому что ноги действительно очень тонкие у него, но у него и вес маленький. То есть, он весит, там, 98 килограмм. Для тяжеловеса это очень мало, да. Поэтому тут, я думаю, все будет, как бы, ну, так, уравновешенно. Что еще интересно с этими ногами? Ближний бой. То есть, если они будут оказываться вблизи, то, я думаю, будет преимущество именно у Фьюри. Потому что он-то настоящий тяжеловес, у него ноги очень мощные. Я думаю, он будет, как бы, сталкивать просто этого Уайлдера, ну, в ближней дистанции. Но это так, на грани, как бы, правил, просто рассуждения. То есть, очень хорошо, вот, вблизи Уайлдера, очень хорошо его сталкивать. За счет того, что он бьет, он страшно, но ноги-то у него тоненькие, не как у тяжеловеса. И его, как кеглю, можно, в общем, подталкивать постоянно и там уже бить. Ну, таким образом, давайте подводить итог. То есть, мне, как боксер, мне вообще несравнимо больше нравится Данте Уайлдер. Он, если он даже победит, это будет вообще несравнимо ярко. Но, как бы, вероятно, что он сумеет попасть по Фьюри хорошо. Я оцениваю в 40%. То есть, получается, где-то 60 на 40 у меня преимущество именно у британца. Да, и я думаю, что, ну, предположительно, скорее всего, да, такой наиболее вероятный для меня сценарий, что выиграет как раз именно, получается, не ярко, да, по очкам. Вреда большого не нанесет, но, наверное, именно Фьюри. И с учетом того, что букмекеры, они считают, скорее, наоборот, особенно большая ставка на победу Фьюри по очкам, я, как бы, я и планирую, большой коэффициент. Я и планирую сделать такую ставку. То есть, я совершенно не исключаю, что попадет Уайлдер. Это непредсказуемо. То есть, они могут провести два боя. В одном он полностью продует, будет, как дурачок Уайлдер. А в другом он будет так же, только еще, там, в восьмом раунде возьмет и попадет. Все, нокаут. То есть, да, как бы здесь гарантий никаких быть не может в этом бою. Это реально, как бы, непредсказуемо. Но вероятность победы чуть-чуть большую я даю именно Фьюри. И, соответственно, планирую на него сделать азартную ставку. Ну что, вам спасибо, что посмотрели данное видео. Бой реально интересный. Будем всем наслаждаться, вне зависимости от результата. Всем счастливо. До новых встреч. Тушу камеру.